Да ты никак светишься, дружище! Марионетыч, ты что ли? Ахренеть! Как ты изменился! Это чё, Глэм-рог Марионетыч? Будь здоров, мой дорогой друг, а меня всё ещё зовут Павел Князич, и в гостях у нас сегодня Марионетка, которая во ФНАФ является довольно важным персонажем с интересной историей. Но знаешь ли ты, что Марионетыч имеет несколько версий? То есть Марионетка-то у нас не один. Ну или не одна. Трудно сказать, какой у этого аниматроника пол. Вроде как Марионетка, сам Робот, является самым настоящим мужиком. Но дух, который в неё вселился, это девочка. Так случилось, что некая девочка Чарли погибает от рук маньяка Уильяма Афтона. И её душа переселяется в Марионетку. И думаю, что ты прекрасна и без меня знаешь эту историю. А что насчёт других версий Марионетки и где она может быть? И здесь и сейчас ты узнаешь эволюцию этой куколки. Через что пришлось пройти персонажу. Сколько инкарнаций пережить. В общем, все Марионетычи ФНАФа в одном видео. И начинает Марионетка свою эволюцию, как ни странно, не с первой части, а со второй. Именно там впервые появляется данный персонаж. Типичная классическая версия Марионетки. Худая куколка с клоунской маской. Один из первых аниматроников, напоминающий человека. И, блин, оказывается, Марионетка это вообще один из самых старых аниматроников во франшизе ФНАФа. Кукла ещё была в первой Фредди Фазверс пиццерии. В своё время там использовались винтажные аниматроники, которые потом стали сломанными. А уже их всех потом переделали в классические версии. Марионетка имела две задачи. Развлекать детей и охранять их от всяких неприятностей. Допустим, ребёнок может потеряться в толпе. Или где-нибудь в пиццерии. А Марионетка, которая его развлекает, этого не допускает. В игре же Марионетка начинает представлять угрозу для нас уже в первую ночь. Этого худенького персонажа можно отслеживать с камеры 11 в призовом уголке, где Марионетка будет находиться в подарочной коробке. Ну и тебе придётся заводить музыкальную шкатулку, чтобы Марионетка не смог оттуда сбежать. Видимо, музыка слишком её качает, и она не нападает на тебя от нихер делать. Но когда музыка на шкатулке заканчивается, то Марионетка уже активируется. И она готовится атаковать. Это можно узнать даже не проверяя призовой уголок. Музыка сначала затихнет, потом появится быстрая мелодия, совсем не похожая на те спокойные ритмы, которые играли ранее. И в этот момент есть возможность заметить нашего тоненького друга. И он словно игрушка, как из киндер-сюрприза, вылезет из коробки и будет выжидать. Ну и в этот момент можешь ожидать, когда она на тебя нападёт. Уииии! Ха-ха, здорово, ты сдох. Ой, а всё потому, что ты не хотел крутить музыкальную коробочку. Ну тогда монстр прокрутит тебя. В третьей части появляются уже две Марионетки, причём как обычная, так и Фантом-Марионетка. Ну с обычной-то всё понятно, мы её уже видели. А кто же такая Фантом-Марионетка? Очень интересно. Причём выглядят они совершенно по-разному и ведут себя по-разному. Начнём с того, что Фантом-Марионетка это вообще не настоящий монстр. Как и другие Фантом-Аниматроники. И когда эта хрень впервые появляется у тебя перед глазами, ты вообще не понимаешь, кто это. Кто я? Не знаю кто то, но видимо тебе сейчас по кайфу. Да, именно это наш противник и делает. Просто пялится нам в рожу. Ну таких глюков от поломанной вентиляции у меня ещё не было. Но что же делает ещё Фантом-Марионетка, помимо того, что нарушает твоё личное пространство? Возвращаемся к Марионетке обычной, которую можно заметить на камере. Сама по себе Марионетка не нападает на игрока. Но когда ты в течение долгого времени на неё смотришь, у тебя начинаются жёсткие галюны в виде Фантом-Марионетки. Она просто перемещается к тебе в офис и мешает смотреть камеры. Вообще мешает смотреть что-либо. Кроме этой грязной рожи с маленькими узенькими глазками тебе не на что смотреть. Господи, хоть бы галюны мои были умытыми. Так мало того, в это время ещё слышно противный писк. И он просто уходит. Он исчезает. То есть нарушил социальную дистанцию и смотался. Смысл его действий не только в том, чтобы заставить тебя чувствовать неловко, но и в том, что ты нихрена не можешь сделать. Ну то есть никуда-то посмотреть, ничего-то нажать. Всё твоё внимание будет переключено вот на это. И пока ты играешь в гляделки, на тебя могут напасть. Отказаться просто так от игры в гляделки ты не можешь. Но можно их избежать. Просто когда замечаешь на камере Марионетку, быстро закрываешь камеры или переключаешься на другую. Потому что нафиг тебе такой сосед. Но знаешь в чём плюс? У него нет скримера. То есть в отличие от других Фантом-аниматроников, он вполне себя адекватно ведёт. Не орёт, не махает своими длинными ручками. Он просто спокойно приходит, смотрит как у тебя дела, всё ли хорошо и сматывается. По сути самый безобидный аниматроник. Но скотина сильно мешающий и раздражающий. Кошмарион. В самом четвёртом ФНАФе этого персонажа вроде как и нет. Но зато эта гнида появляется в хэллоуинском обновлении. Пусть он и не относится к канону серии ФНАФа, но мало ли что ночью приснится Майклу Афтону перед Хэллоуином. И на мой взгляд очень хорошо, что не забыли в четвёртом ФНАФе про Марионетку. Ну хотя бы в хэллоуинском обновлении оставили. Его можно звать по-разному. Кошмарная Марионетка, Кошмарион, Найт Марион, Страшный Мим. Уга-буга, блин, ну короче он там есть. Ну и как правило аниматроники в хэллоуинском обновлении заменяют кого-то из оригинальной части ФНАФа. Ну допустим Кошмарная Мангл заменяла Кошмарную Фокси. Или Кошмарного Фокси. Я не разбираюсь в этих палах аниматроников. Если они являются фантомами или кошмарами ночными, то они вообще имеют свой собственный пол? Не знаю. Тогда к Кошмариону у меня больше вопросов. Если в нём нет духа Чарли, он полноценный мужик? Или всё ещё девочка в мальчике? Ну да ладно, пофиг. Кого же заменяет Кошмарион? Кошмара. Как ни странно, самого Кошмара. А кто же такой Кошмар? Это такой здоровый зубастый чёрный медведь. Напоминающий чем-то аниматроника Гризли. Но такого персонажа, конечно, нет, просто напоминает чёрного медведя аниматроника. Ну ты понял! Но Кошмар всё-таки является искажённым образом Тени Фредди. А Тень Фредди — это призрак. Обычная призрачная проекция аниматроника Фредбера. Так-то он безобидный. Но не в ночных снах. Там он тебя убивает нафиг. Кошмарион же здесь выполняет почти те же функции. И как ты уже заметил, выглядит он намного страшнее своего оригинала. И от него реально становится в игре страшно, и ты пугаешься доустёру, потому что он может быть буквально везде. Он перемещается в разнообразных точках. Он может появиться как в левой двери, так и в правой. Но в любом случае, можно угадать его по звуку. Где будут слышны шаги, там и Кошмарион. Не успеешь закрыть дверь — он переместится в шкаф. И ты это поймёшь по его смеху. Он будет рыжать над тобой, потому что ты не смог его поймать вовремя. Если ему всё-таки удалось переместиться в шкафчик, то закрой нафиг эту дверь. Если он решил полежать на твоей кроватке, то свети на него, пока он не исчезнет. Но если ты будешь на него так светить, пока он находится в коридоре, то он немедленно разозлится и нападёт на тебя. Во ФНАФ пиццерии симулятора тоже есть своя марионетка. Причём марионетка-охранник. И блин, казалось бы, логично, что она будет нашим противником. Но нет. Что пиццерия симулятора, что Ultimate Custom Night, марионетка-охранник — вообще не наш враг. Однако в игре она появляется как предмет. Откуда появился этот персонаж и что он вообще делает, для чего он предназначался, история умалчивает. Сам марионетка был уничтожен при пожаре в пиццерии. Может быть, это та версия, которая была создана с использованием его уцелевших частей. На это указывает то, что персонажи уж слишком похожи. Но хрен там плавал. Марионетка-охранник — это обычная игрушка. И, наверное, тебя волнует, что же случилось с марионеткой потом. Неужели она так просто сгорела, и душа Чарли освободилась, и на этом всё? Оказывается, нет. Во ФНАФ Секьюрити Бридж есть полноценное продолжение истории этого персонажа. И марионетка там есть. Многие её уже нашли, и все знают, где она находится во ФНАФ Секьюрити Бридж. В Блобе. Причём под Блобом. И такое чувство, что разработчики знали, что любопытные хацкеры полезут за текстурки и посмотреть, что там. И действительно, они нашли там марионетку. Ваат, реально марионетка! Чувачок, да ты оказывается живой? Кроме того, во франшизе вообще не забыли марионетку. И не просто спрятали этого персонажа здесь. В девятой части в Мегапицеплексе есть полно отсылок на этого персонажа. Как на Кошмариона, так и на обычного оригинального марионетку. В виде всякого мерча, игрушек и так далее. Может быть у хозяев пиццерии были мыслишки насчёт того, чтобы создать марионетку снова. Но не факт. Возможно эти игрушки нужны, чтобы поднять продажи на олдах. Но кстати, ты не расстраивайся, если увидел марионетку во ФНАФе девятом в самой заднице Блоба. По-другому это не назовёшь. Его ситуация очень проблемная. У него буквально всё не из того места. В этой части ФНАФа ты всё-таки сможешь поиграть с марионеткой как с полноценным персонажем. И побегать от неё. И словить даже скример. Для этого есть моды. Причём не просто замена персонажей. Заменили как раз нужного персонажа. Воспитателя на марионетку. А что, они оба ухаживают и... Они оба развлекают детей. Возможно даже воспитатель является заменой марионетки. Но я всё-таки не против с помощью мода добавить сюда марионеточа. Даже есть мод на его глэмрок версию. Прикинь, во ФНАФ Секюрити Бридж был бы глэмрок марионетка. Может быть в оригинале было бы не так интересно с ним играть. Но зато в моде приятно увидеть его глэмрок версию. Можно сказать, что мы попадаем в альтернативную вселенную. А что если бы марионетку сделали бы глэмрок версией? Хотя по факту это невозможно, потому что глэмрок аниматроники это те аниматроники, которые играли в пиццерии раньше, на сцене. А марионетка, насколько мы помним, на сцене у нас не играла. Она лишь развлекала детей. Но в таком случае марионетку пришлось бы присоединить к их музыкальной группе. На чём же тогда она играла? Смею представить, что с её ручками на синтезаторе. А какая версия марионетки понравилась тебе? Из какой части? Напиши в комментариях. И хотел ли ты видеть марионетку во ФНАФ Секюрити Бридж? Как полноценного персонажа. Допустим, глэмрок марионетку. Об этом тоже напиши в комментариях. Ну и не забывай подписываться на мой канал, если ты ещё не подписан. Нажми на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов. На мою группу во Вконтакте Бункер Князича тоже подписывайся. Ссылка в описании. Поставь лайк этому видео. Поделись им со своими друзьями. И не забудь оставить любой комментарий под этим роликом. Всем пока, до свидос. Субтитры сделал DimaTorzok